Господин Андреевиченко, какие вопросы обсуждались и какие проблемы были выяснены сегодня? Вопросы обсуждались в повестке дня, которая была запланирована, но я не об этом хотел сказать, я хотел сказать, что мы благодарны сегодня армянской стороне за то радушие, теплоту, с которой они принимают этот совет АДКБ, парламентской ассамблеи, за то председательство, которое приняло Армения в текущем году. Вы знаете, что наши народы связывают тесные узы дружбы, но дружба нуждается не только в моральной, экономической и политической поддержке. И важно в такое непростое время объединить наши усилия на то, чтобы обеспечить безопасность наших государств. Это, наверное, очень актуально. И этот вопрос был поставлен во главу угла сегодняшнего совета парламентской ассамблеи АДКБ. Время сегодня мы видим непростое, и основные усилия парламентской ассамблеи именно должно быть направлено на то, чтобы был мир, стабильность. Мы видим, какая беспрецедентная сегодня оказывается политическое давление не только на Республику Беларусь и Российскую Федерацию, но и на все страны нашего региона. Санкционная политика, безапелляционное вмешательство во внутренние дела – это все очень серьезные угрозы в сторону наших государств. И, конечно, мы должны достойно противостоять путем объединения наших усилий, координации наших усилий. Поэтому мы сегодня обсуждали вопросы, в том числе и защиты электоральных кампаний, которые проводятся в наших государствах от иностранного вмешательства, противостояния информационной войне, которая сегодня развязана против наших государств через сближение наше законодательство, применение модельных законов, которые разрабатываются в парламентской ассамблее ОБСЕ. И, конечно, на сегодняшний день безопасность – это не только военная составляющая, это, конечно, экономика. И нам надо плотнее сотрудничать сегодня по многим направлениям. Это вопросы импортозамещения, это вопросы создания совместных предприятий. Будет сильное государство, будет сильная экономика, будут сильные государства. Поэтому я считаю, что совет очень полезный, и он направлен именно на поддержание мира, стабильности в нашем регионе. Спасибо. Ваше мнение.